добрый день продолжаем треть партии с чемпионата европы командного если быть точнее ты первом туре встретились между собой григорий фионин и станислав фрейляк стаж быстро растет достаточно хоть у меня с ним еще 20 но это было давно и неправда с тех пор конечно подрос ну парень шестого года рождения достаточно молодой я с ним брал пенсии академии еще лет шесть назад нет уже тогда был четвертый дан но с тех пор стал силу данными гф и не так давно обыграл сашу динерштейна то есть неплохо неплохо ну и гриша представлять не надо примерно одного возраста получается чуть старше постарше на несколько лет но то одинаковые по силе с моей точки зрения ребята вот так что достойно противостояние получилось давайте посмотрим гриша играет белыми стаж играет черными вот вообще конечно у гриша основная проблема на мой взгляд мы с ним и сыграли все две игры один один все равно позволю себе высказаться о том что есть у него большие пробелы некоторых отраслях вот это прежде всего мне кажется фусеки то есть фусеки и йоса вот ноги вас в меньшей степени мне кажется фусеки у него к сожалению строят желать лучшего на мой взгляд потому что он играет слишком крепко даже тогда когда это не надо вот если кто-нибудь помнит разбор моей партии против него на сколько месяца три назад до три с половиной два с половиной месяца назад это было да там краски фусеки чё там слишком много крепких ходов делал ты как еще мы с ним еще до этого играли это наверно было месяцев пять назад или четыре это же он играл слишком уж крепко со стороны конечно потом окупается в дальнейших стадиях игры но как-то мне кажется если против более опытного оппонента его посадить против того кто хорошо строит собаки против или шишина то вообще никаких шансов нет вот и принципе так оно и возникает то что гриша в принципе со всеми нашими шестыми данными играет очень уверенно обыгрывает в основном ну если нормальное настроение расположение духа с уриным тоже неплохо получается и сашей динерштейн у меня там постоянно очень близкие партии то против или это всегда разгром потому что не получается у него никак свои крепкие формы конвертировать в прибыль мне кажется ему стоит над этим задуматься вот но по стилю игры стаж пока ничего сказать не могу не так много его игр смотрю так что но по всем мягко что тут удивил уже это 11 ходом все же привыкли мы как-то не встречать таких ходов начале партии вообще обычно играют такое прилипание когда уже есть у белых камень ба того чтобы по сути то чтобы образовать меня и между углом и стороной если так черный конечно же довольно потому что это очень хорошо потому что камень у белого слаб надо угол отдали ну что получили что-то какую-то базу слева камень начинаем давить все окей поэтому так обычно не стоит играть за белого в таком ключе получаем стандартный анжасеки ну и форный забирает угол из обычно в таком ключе и играется когда именно образует семья между углом и стороной да ну просто это скепсуль без шимари это крайне редкий ход с не ожидал либо вторжение в сансан совершенно нормальный ход данной позиции вот либо просто какая по старинке вот но было сыр на прилипание возможно прокать заготовка ты дальше гриша решил тут прыгнуть всем кажется можно было надавить снизу заставить черного тут как-то так жалобно ползти вот ну либо есть игнорируется ход то дальнейшем углу конечно будет зажат очень сильно не сам успеет белый 2 сходить поэтому я бы наверно все же тут сыграл кейма вообще своим ученикам ты вообще в целом не рекомендую такие ходы гриша их краски любит по типу почему то потому что чего не не рекомендую потому что кажется что этот ход много дает слева вот в большом счете он еще ничего не дал а при всем при этом если ход ничего не дает то зачем его играть то есть это даже скорее не ход на территорию вскоре ход на построение и такой крепости такого понятно что не хочется как-то здесь играть слишком уж будет близкое распространение там ладно еще камень а оставил себя в пункте b это одно тогда может быть имел бы смысл вот вообще ход который вроде укрепляет при этом ничего не дает по факту потому что равно любой такой полупроверочный ход типа b c или д заставит как тут реагировать ну и по итогу давайте просто берем обмен зачем почему нужен почему кажется немножко неправильный подход из разряда начитался японских книжек но сейчас современный год кожи от этого надо уходить но гриша пытается краски уйти пытается сыграть по-модному сторону сан-сан по-хорошему правильно сан-сан лежит здесь потому что в таком ключе так или иначе белый получит территорию и получите выход на одну из сторон сверху тоже получится выход на сторону но стоит логичный вопрос а зачем то есть стаж пошел на стандартная джесеки то видно что камни а и b между собой коррелируют ну как-то крайне слабо я даже сказал не коррелируют никак то есть нету сверху никакой высокой позиции вообще ничего то есть эта формация мне честно говоря не нравится в чем слова совсем вот но старший шоке сыграть просто ханы и двойное ханы потом забрать угол ну в таком ключе хотя бы хоть какой-то смысл в этом есть в этом поднятии но если черный сыграл так я вот честно не знаю что получать что планирует белый получить сверху ну ладно стаж сыграл по агрессии по по территориальнее вот ну и хотя хорошего пример гибкости скажем так формы abc то есть белый тоже кучу камней наставил дополнительно значит вот изначально как вот видно что шесть камней белого против трех камней черного а черный даже не шевелится он не пытается их начать спасать нужно прекрасно понимает что форма крайне гибко очень много возможностей у нее для того чтобы построиться строить базу в один нырнуть в угол просто выкруто в 3 лучше даже в 4 форма крайне тяжелая для атаки поэтому себе позволяет такой вход справа здесь вход конечно крайне важный придавливает зону белых сверху а в нее гриша уже вложился ходом g16 и при этом всем очень значимо развивает свою зону снизу справа пока что тут вообще нету камней белого ну понимает гриша что все парадом как-то играть таж естественно решает позаботиться об этой группе ну просто как совершил выгодный на мой взгляд обмен вот и дальше гриша сыграл крайне пассивно сыграл здесь кейму хотя а зачем хотя зачем то есть по хорошему конечно сразу было бить по форме и не трогать от эти ходы сверху потому что по итогу вышел такой размен ну защитил тут гриша сколько там восемь-десять очков территории на даже побольше ладно приврал 10 очков территории но черный очень доволен этим магари потому что все группа моментально уходят из-под атаки больше всего находится таки могут возникнуть некоторые трудности с вторжениями abcd как я говорил это формата казалось бы защищает но еще не совсем при всем при этом видно что тут какие-то слабости g и h это разрезание такие неприятненькие весьма поэтому тут он быть крайне осторожным гриша вот решать сейчас дарить по форме но как-то от степ behind на шаг позади вот ну что ж просто выживает заправ очки неплохой выбор мне кажется решила не соединяться ну как бы сам себе вот этот комбинация неплохая я про нее именно говорю он дальше на каждом дом был соединяться с помощью всегда то суде да и от цента ну ладно можно дать угол зато у черного железобетонная форма просто сто процентов живая ли не совершенно ничего не угрожает после этого а у белого все еще остаются какие-то слабости на верхней стороне вот это неплохо вот если слева там сомнельских нюансы еще такой вот такой вот ну и тут все становится нетривиально ну либо давайте единица понюзу одним из этих камней тоже сейчас не видно как нормально отреагировать на это вторжение а без него с ним как раз таки непонятно как сладить потому что и эта группа без базы эта группа без базы и нужно придется очки отдавать тогда как-то вот так вот но тоже неприятно все вот так вот но это катастрофа очков нет белый далеко далеко позади большому нас с вами сожалению вот это место пустого треугольника решил ту старшим зарезть в угол не совсем не понравилось гриш естественно порезал потом старши продолжают занимать большие пункты бросил он при этом 6 камней в центре криш пытается их атаковать вот при этом так на самом деле понимать с одной стороны неплохая потому что он хоть что-то сверху там окончательно прикрывает а с другой стороны большая часть из этого и так было очками гриши вот но в партии гриш запускает роковую ошибку он играет ханы тем как что он был просто удлиняться потому что слабости это и так многовато об этом сташе думать ни секунду не думал сразу порезал просто на автомате но видно что с формы тут явно какие-то проблемы вынужден возвращаться и защищаться но после этого конечно было просто подниматься и давать несколько веря одно от а или там даже можно еще раз а потом кейму можно просто разок а тари кейму видно что у белого все же какие-то проблемы то наблюдаются да наверно выживет но верно конечно конечно выживет без наверно но в том случае давление большой а на всем на этом черный закроет себе потенциал снизу просто конечно вышло что-то похожее но мне кажется гриша мог посопротивляться побрекаться партию он просто пробил и дал это а тарию получить на самом деле вышел лучше чем то что я показал вот ну честно говоря не уверена что вы здесь так сходить то есть вроде на тук соединять камешек с на татаре тут она вроде будут удлиняться можно конечно сходить было бы здесь даже отаре угол саму формат это белых страну живет но тут для нибудь правильно ну как то и это слабенько и с камнем белый легко соединяется мне кажется то что сейчас в партии получится так у черного не все так гладко не все так просто получится надеюсь же удлиняться здесь ну окей тоже как наверно можно побороться придется правда отдать наверно правую сторону частично она еще далеко не под контролем черного на самом деле вот но в обмен хотя бы очков побольше сверху заберем и это все убьем и при всем при этом точно большую зону сесли слева отгораживаем но то черно тащи нужно вход добавлять к сумме что ли мне кажется вам более-менее равная игра при том стою что опять же убил тоже немало слева и в центре и сверху да в партии просто как-то очень пассивно это выглядело ну и начинаются приключения так видно забел тут вроде бы все делал гриша последний от несказав правильно но результаты плачевный группа в мою оппонента при этом да это мой разрушится если тут белый выжат управляем в том что мою черного снизу за минут до этого хода глядишь и ужасаешься просто очень глубоко очень большой весьма и весьма и весьма крепко ну старше пришел порезать темка что ошибка было просто сыграть по форме защититься выпускает он бег по форме защищается причем нормальный результат дальше просто прыгнуть кучу очков снизу мне кажется я был очень доволен такой позиции за черного и мне кажется я был бы точно на 100 процентов доволен данной позиции партии же стаж порезал но честно говоря мне что-то не понравился этот результат за него особенно если бы гриша сыграл здесь что является более корректной формой мне кажется даже партия под контролем белого сейчас потому что нужно добавлять в ход крайне важный но тогда гриша успевает здесь сходить даже если черный отвечает но когда белый забирает просто больше очков при всем при этом у него темп может спокойно бороться совершенно нормальная адекватная позиция да справа камня отдали но мы же тут тоже забрали и борьба нормально мне кажется под контрольную белу тут все в партии казалось бы что-то похоже но проблем в том что очков намного меньше вот и при всем при этом пучку он такой уход может возникнуть что у него сюда играть тогда отаре какую-нибудь в общем как семидори там потом будет вез да сейчас конечно крайне мало но нас понимает то что ты сейчас крайне мало в том-то семидори весьма и весьма может плохо сказаться на очках очков 6-7 разница минимум после этого старшин решил все это начать скармливать обмен на зону снизу с одной стороны можно понять что перспективно и интересно все это выглядит с другой стране конечно мне кажется можно будет побороться спасти эти камни решил сыграть красиво вот и гриша понимает разумеется что отдавать все это мою ни в коем случае нельзя надо его уменьшать вот ну и начались бегание понимает гриш что не так то просто и он вытягивает напрямую поэтому лежать там все снизки то камни получить а вы все он это отдаст это ничего страшно потому что не надо забывать то что здесь комминта уже съедено ну плюс 3 тут ты сама по себе зону у белых неплохая сверху и в центре образовалась поэтому вот это прям все спасти смысла нет надо спасти как вас просто построить живую группу внутри вот мне кажется он тесно говоря не уверен даже что мне кажется потому что очень сложен тут сложен тут варианты портят сейчас сюда светить там сразу даже просто соединить с этим камнем непонятно как тут выживать или как наоборот убивать очень сложная борьба и просто не берусь не берусь говорить какой будет результат честно говоря очень сложно да я не мастер по убийствам и собаки на настроение так хорошо все же поэтому не сказал что-то легко убить или легко выжить вот но мне кажется так нам было поинтереснее все же потому что в партии гриша все же просто отдал эти камешки вот и сейчас точно могу сказать что надо было тут прилипать тоже очень важный пункт шея глазное пространство какой-то лазер тут может быть получится построить и при всем при этом за счет камней справа но есть как-то угрожает просто-напросто нужно защищаться на еще порежут то здесь можно лениться это как лучше под соединение остается общем есть еще опции есть еще варианты в партии лучших от соперника это наш лучший ход и стаж сам занимает эту точку ну и по итогу большому сожалению не получается на тут уже на самом деле пошли ошибки сейчас на вот видите я пролистываю ход но посмотрите стресса ничего не поменялось вот это кривые демки на сайте панданета то есть в этой игре и в следующей игре которым будем разбирать это партия или шикшина против дай джун фу француза но там тоже подобный косяк возникает вот поэтому не представляется возможным следить что там дальше то было в партии конечно пристраивается возможно это слишком тяжело делать вот но по сути просто видно то что у грешта он дает вот эту часть без каких-либо таких хороших опций и отдает соответственно в сент для себя вот в любом случае мало как бы не сент для себя для оппонента а то есть потому что это этим всем всем еще нужно выживать тогда белый вынужден будет отдать точку в 8 крайне важно ты очков на просто не хватило хотя там по итогу 17 очков не хватало но мне кажется если бы гриша сыграл где-то здесь прилипание то партия была бы максимально близкой было наверно 50 на 50 но пристал про он стоит чтобы гриша вы тут выжил вот он мне кажется должен быть после этого хода вот но не задалось по итогу удержал черный слишком много и гриша эту партию проиграл тем не менее все же играл достаточно уверенные долгое время самая партия была близко даже стран то что казалось бы много ходов у гриши котику и но на самом-то деле все было не так плохо но тот определенный момент времени просто-напросто не уменьшил он эту зону грамотно а луна и такая стратегия была пан или пропал и выживу или умру по итогу просто выжить оказалось недостаточно вот на этом принципе по этой партии все к сожалению дальше мы не посмотрим опять же этого глупого бага когда ход вроде бы есть а вроде бы его и нет вот невидимка грустно это сейчас тем более чем от европы вообще транслируется только на панданете вот и это вообще ужасно потому что и сервер сам себе даже хуже чем кгс не смотрит никто эти трансляции почти она выступает спонсором по спонсорам поэтому цель ави приходится терпеть тем не менее на этом принципе все спасибо